Точить ножи на станках довольно долго и дорого. То ли дело ручная заточка, нужен хороший брусок и твердая рука, способная удерживать постоянный угол. У меня так не получается, ножи все время точатся в линзу. Не проблема, подумали китайские товарищи, и сделали насадку для клинка, позволяющую точить под постоянным углом. Работает ли это недорогое приспособление, расскажу в своем обзоре. Купил я обе насадки еще в середине прошлого года у разных продавцов. Оба умудрились отправить неотслежкой и посылки месяцами валялись на почте. Но в итоге я все получил. Приспособление от Тайдеа приехало в блистере. Есть надписи на нормальном русском языке, в которых данное изделие называется направляющая. Само приспособление сделано из пластика с двумя керамическими стержнями на каждой стороне. Длина изделия 100 мм, ширина 27 мм, толщина 15-7 мм. Вид со стороны, надевающийся на клинок ножа. Обух изделия. Четкое фото с торца сделать не получилось, но все равно видно примерный профиль направляющий. Еще фото с торца. Теперь рассмотрим насадку от неизвестного производителя. Вот первая попавшаяся ссылка на нее. КТП ТСДС. Алиэкспресс. Ру Айтем Айтем. 4 триллиона 530 миллионов 250 тысяч 245. И КТМЛ. Как видите, она тоже сделана из керамического стержня и черного пластика. Честно говоря, она у меня куда-то завалилась, поэтому размеры посмотрите в лоте у продавца. Все равно они примерно такие же как у Тайдеа. Главное различие бросается в глаза, тут один цельный керамический стержень. Вид со стороны обуха. Сбоку. Сравним насадки в профиль. Различия весьма существенны. У меня возникали подозрения, что стержень у безымянной насадки, пластиковый, а не керамический. Сильный уж он гладкий. Я взял старый ножик и провел несколько раз по стержню. Сталь оставляет следы, значит это керамика. Я повторил то же самое с насадкой от Тайдеа. Так что получается, это два довольно неплохих керамических мусатика для правки ножей по скромной цене, ну что ж, пришла пора проверить насадки в деле. Когда-то давно я за 200 рублей купил шеф нож, со временем у меня появились ножи получше, а этот я отдал брату. Но эксплуатация безжалостными женщинами оставила на нем свои следы. Примерим безымянную направляющую. Меня напрягает, как вольготно тут болтается клинок. Пробую надавить пальцем, без усилий смещается в сторону. Уже в этот момент перспективы нормальной заточки с таким приспособлением стали весьма туманными, но буду идти до конца. Теоретически можно что-то подкладывать внутрь направляющей, фиксировать клинок и немного менять угол заточки, но производитель явно не думал про такую возможность. Теперь насадка от Тайдеа. Тут клинок ходит в меньших пределах, но все равно такая возможность имеется. Ну что, начинаем точить на водном камне Тайдеа 124 сотых из этого обзора. Я точил, начиная от основания клинка постепенно сдвигая насадку к кончику. Вот промежуточный результат работы, довольно выяснилось, что керамические стержни с процесса работы стачиваются, что для меня не сюрприз. Я так изготавливал керамические мусаты, то тут обещали особую керамику. А еще лезвие в основании клинка полноценно не протачивается. Продолжаем работать с ножом. С прямого участка лезвия доходим до закругления к кончику. И тут насадка не дает полноценно точить. В итоге получалось, что мы сначала точили клинок под одним углом, и как вы можете догадаться, он должен быть фиксированным, то есть возможности выбора у нас нет. А потом керамические стержни стачивались, а брусок и угол постепенно менялся. Угол заточки становился меньше, а подвода шире. То есть приспособление на деле не работает. Вот так выглядит нож. Подводы широкие, и не совсем равномерные, к кончику ширина заметно уменьшается. Еще вы можете заметить, что на покрытии клинка остались следы от абразива. Но это я сам в принципе виноват, мог обклеить все малярной лентой. Посмотрим на подводы в макро. Это начало клинка, слева видно так и не проточенный участок. На середине уже дела более-менее. Ближе к кончику подвода сужаются. Другая сторона. Хоть я и точил довольно долго, некоторые участки остались не заточенными. Далее я надел насадку от Тайда и точил на более тонкой стороне бруска. В реальной жизни нет смысла использовать две насадки на одном ноже, но это все ради тестирования. Так как у новой насадки сначала стрежни были не сточенными, то угол заточки увеличился. Но через некоторое время все вернулось на круги своя. Вот так выглядит нож. Посмотрим в макро. Но подвод выглядит прилично, только широковат. Далее тоже дела неплохи. А участок у кончика так и не проточился. Основание клинка с другой стороны, слева можете видеть не заточенный участок. Видны полосы от изменения угла. И опять не проточенный участок у кончика. Рассмотрим теперь сами направляющие после тяжелой работы. Очень непросто фотать белое на белом, но на стержне теперь появилась ровная площадка шириной примерно 3 мм. Этот край вообще сточен почти до пластика. Ну и в сравнении менее сточенный край. Теперь направляющие от Тайда. Тут стержням тоже досталось. С этого края почти целый. Но зато здесь ровная площадка. На втором аналогично. Получил ли я острый нож? Ну формально да. В феврале до того, как это стало дорого, я нередко заваривал имбирный чай с лимоном и медом. Нож без проблем нарезал лимон тонкими дольками. То же самое с имбирем. Такая острота кухонных ножей для большинства людей достаточно. Давайте подводить итог. Работают ли направляющие, как и обещалось? По крайней мере, при переточке ножей, нет. Они сами стачиваются в процессе работы и угол заточки изменяется. Причем без разницы Тайда или Нонэ. Я не знаю, как их можно нормально использовать. Так как они задают свой определенный угол и почти любой нож придется перетачивать под них. Это разве кого-то на станке попросить сформировать угол точно под новую направляющую, и затем при помощи нее уже время от времени слега подтачивать нож. Так что для заточки ножей покупать их не рекомендую. Зато если нужны небольшие мусаты для правки ножей, то гладкие керамические стержни для этого отлично подойдут. На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Все ссылки в описании к видео. Продолжение следует...